дорогие друзья с вами андрей хавратов как меня слышно как видно по 10-балль поставить 10 хорошо минечка плохо пятерочка так себе а вижу все отвечает ну и поздравляю всех с наступившим новым годом на подороне услышали еще раз поздравить всех годом и первая встреча в этом году в 2016 году он наступил это долгожданный год только для нас с вами но для многих людей на планете и кто-то может быть слышал что не слышал в прошлом месяце в конце последнего дня месяца я поздравлял с новым годом поздравление по москве я зашел по 20 минут по москве зал такую речь которая я считаю дорогие друзья очень внимательно громче хотите хорошо сейчас я делаю громче я переживаю будет ступеть так правду отлично и 5 но если понять потише у себя сделаю нормально теперь ну хорошо дорогие друзья год 2016 год для всех скайвейсов и всех кто неравнодушны душно и происходящему в мире нашей планеты с экологией те люди которые мне безразличны финансовое будущее и их поколений я обращаюсь именно к этим людям 2016 год для нас для всех должен стать годом стремительных стремительного роста и очень большой работой почему я объясню вот если в 2015 году когда начинался год мы поздравляем и говорили что это идея новой экономической реализации мира 6 экономический вклад и скайвейс станет основой в этом переходе да сейчас дорогие друзья вы видели вот пионеры новых технологий такой вот ролик небольшой плюс есть наш фильм сделал наш громче громче ну хорошо давайте да без наушников будет громче отлично но я думаю что не будет громче дорогие друзья так вот мы сделали фильм 10 минутный или 15 минутный где на о транспортной революции и там отставлены скажем ролики уже по скайвей обязательно посмотрите этот ролик я найду и я скину в чат но я хочу сказать дорогие друзья следующее что 2016 год это очень важный год и для каждого нас вот в этом году вам необходимо ну как минимум знают 300 500 тысяч людей про информировать об этом не просто про информировать а вот знаете как мне понравился был в иркутске одна из наших партнеров сказала что знаете должно быть как гражданская позиция каждого человека по отношению к технологии которая может стать прорывной технологией не только для их города там для региона для страны но и для всего мира поэтому скайвей технология скайвей в этом году я я считаю должна стать национальным проектом тех стран многих стран в россии это естественно национальный проект россии в украине и украине беларуси беларуси и казахстане значит казахстане в соединенных штатах и соединенных штатах но все очень важный момент прежде чем мы перейдем к тем новостям которые нас ожидают очень важный момент чтобы вы меня поняли и осознали я еще запишу видео и И показывайте это видео многим своим знакомым. Мы стоим на очень интересном рубеже, на очень важном рубеже, на достаточно важном рубеже, где мы с вами, простые люди, можем повлиять на очень многие процессы. И получить самые большие выгоды, которые мог бы получить обыкновенный человек за всю историю человечества вообще. Цивилизации за всю историю человечества, развитие человечества. Почему, я объясню. Вы посмотрите, какие сегодня существуют скоростные системы передвижения. Это известная итальянская компания, французская компания, германская компания, японская компания. И последние 5-10 лет максимум это китайские компании. Что это означает? Если говорить о Японии, на магнитном подвесе они разогнали поезды 550 км в час. Но стоимость одного километра, дорогие друзья, это на уровне 280 миллионов долларов километров. Если говорить о французской системе, там, как и у Сименса, стоимость на уровне 60-60 миллионов. Итальянцы чуть-чуть пониже, но у них скорость пониже, там, они до 300 км разогнали. И китайцы, у них самая дешевая, на сегодняшний день продажу до 45 миллионов километров они делают. И максимальную скорость они могут предложить за эти деньги, это до 300 км в час. Так вот, дорогие друзья, если наши страны, в которых мы живем, в данном случае бывший Советский Союз, они воспользуются именно этими технологиями, дорогущими технологиями, то хочу сказать, что мы с вами, мы с вами все, будем порабощены, сегодня вот порабощены все американским долларом. А, значит, мы с вами будем порабощены, особенно если говорить о России, так как своей технологии скоростного передвижения нету, и если они захотят использовать итальянские, французские, немецкие, канадские, может быть, японские, китайские, так, для диверсификации рисков, скажем так, да, то, если вот сравнивать с Японией, то, значит, все население России, оно будет в рабском состоянии зависеть от Японии примерно лет на 300-400. Если это европейские страны, это лет на 150, ну, если Китай, это максимум там где-то лет 50-60-100. Почему? Объясню. Потому что это стоит очень дорого, и чтобы здесь скоростные дороги по России, по Украине, Казахстан, ну, Беларусь, я там небольшая страна, но тем не менее, нуждающаяся, скажем, в скоростных перевозках, здесь необходимо два момента. Деньги. А где взять деньги? Да, деньги, значит, нужно занять. У кого? У тех, кто опять печатает же американский доллар, то есть у хозяевого американского доллара, да, либо другой вариант, как китайцы предлагают в последнее время, и в Мексике были такие предложения сделаны, что мы построим из своего материала, будут строить наши рабочие, потому что это наша технология, и тогда мы же будем получать прибыль, а вы будете этим пользоваться. Вот это ожидает примерно, то же самое ожидает население всех наших стран. И посмотрите, какой момент есть со Skyway, что если люди осознают и понимают, что они могут стать совладельцами технологии, потом стать совладельцами адресных проектов, у людей появляется шанс пользовать, вот как я говорю, знаете, вот вы сидите дома, вы видите, где-то Юнибус прошел, допустим, городской, и вам дивиденды в карман капают. Скоростной прошел, а вам дивиденды в карман. Вы едете на Юнибусе, куда-то вы едете, видите, еще кто-то едет, вы знаете, что вам капает в карман дивиденды, и все, кто пользуются, они получают дивиденды. Груз прошел, а вы получаете дивиденды. На Юнибайке кто-то поехал, а вы дивиденды. Вот, если вдруг, если вдруг, я понимаю, что многие все эти дороги, они будут национализироваться, то есть, не то, что национализироваться, а государство будет участвовать в большей мере в каком-то процентном соотношении, и если вдруг государство скажет, а мы хотим поднять цены на проезд. Для нас, потребителей в первую очередь, а у нас таких 90% будет, ну, поднимут, чем больше будет цена, тем больше наши будут дивиденды, тем больше мы с вами будем получать, тем больше будет стоимость акций. То есть, мы с вами при повышении цены ничего не теряем. Но если же ставят нам дороги вот тех стран, которые я перечислил, то тогда мало того, что за эксплуатацию китайские дороги будут поставлены, потому что они дешевле, поздно, будут получать Китайская Народная Республика. Если японцы, значит, японцы и граждане Японии. Если итальянцы, значит, итальянцы будут получать. Если французы или немцы, значит, французские или немецкие государства будут жить за счет этих переездов, за счет, скажем, нас с вами, да, в большей степени. Я почему говорю нас с вами, я обращаюсь в первую очередь к жителям, я понимаю, что у нас здесь есть из Германии, люди из Италии, я ничего не хочу сказать против, но даже если вы из Италии, из Германии или из Японии, или из Китая, вы должны понимать, что вы ни при каких делах не участвуете в этих компаниях. Но максимум, что вы можете сейчас сделать, это купить акции той компании, если вдруг начнутся строиться, ну, скажем, массированно во всем мире эти дороги. Но вы не при делах. Когда же вы являетесь акционером Skyway, когда вы являетесь акционером Skyway, корневой технологии, а потом еще и совладельцами многих адресных проектов, вы можете точно так же быть совладельцами многих адресных проектов, предприятий, которые будут создаваться, там, тот же Unibus предприятие, либо предприятие, потом в России будут, где Unibus, вполне вероятно, будут делать, да, и вы можете стать совладельцами, будете получать дивиденды с продажи этих Unibus, да, и так далее, и так далее. С адресного проекта, к примеру, Санкт-Петербург, Владивосток, эксплуатация этой трассы будет получать дивиденды. Так вот, это, дорогие друзья, бывает раз в жизни, в истории человечества. И вот я бы хотел обратиться к вам, ко всем, вот, почти тысячу человек сегодня, чтобы вы это осознали и поняли, и чтобы вы смогли донести каждому человеку, насколько ему выгодно быть акционером Skyway. Насколько это выгодно, быть акционером Skyway, дорогие друзья. И здесь, если мы говорили в 2015 году, ну, не хочет, но не надо. Сегодня нужно понять, почему человек не хочет, и постараться убедить его в том, что он получает самые наибольшие выгоды. И, как я говорю, и запомню, вот, если вы будете говорить такие вещи, то люди будут бежать к вам на встречи, люди будут с большим удовольствием слушать, если вы скажете один в один, вот то, что я сейчас скажу. Потому что никогда не было ни у родителей, прародителей, дедушек, бабушек, и прапрапрабабушек поколения вашего, и тех людей, с которыми вы будете беседовать, и никогда такой возможности больше не будет у его ребенка, у его внука, правнука и прапраправнука. Эта возможность есть только сейчас, только максимум, это 12-18 месяцев, и больше такой возможности, как стать акционером корневой компании, не будет. Поэтому постарайтесь донести это до многих людей и сказать важную вещь. Какая его гражданская позиция к этому, какое его отношение к этому, и есть ли отношения хорошие, как в анекдоте, скажем так, если знаете, скажу анекдот про блоху, когда один из студентов пришел по биологии сдавать экзамен, а он знал только все про блоху. И вот он вытягивает билеты, там, что такое собака? Он говорит, ну собака, это четвероногое животное, да, у нее есть шерсть, а в шерсти обязательно заводятся блохи, облохи, все-все-все. Профессор говорит, ну тяните другой билет, положите, он тянет, говорит, рыба. Рыба, это, скажем, обитается в океане или в водоеме, у нее есть чешуя, но если бы у нее была шерсть, обязательно заводились бы блохи, а блохи это кто-то, 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 кто-то. Так вот такой же должен быть принцип, что если человек говорит, что я не верю, то нужно задать вопрос, почему не веришь. Если я не понимаю этого, да, то почему не понимаешь. Постараться объяснить и постараться, чтобы, вот посмотрите обязательно вот этот фильм, который мы сейчас сделали, называется «Транспортная революция», где в Японии это стало национальным проектом где-то в 50-х годах. Одна из японских компаний, которая сегодня создает транспортные технологии на магнитных подвесах, которые там сделали скорость 550 км в час, но стоят, дорогие друзья, в 100 раз дороже, чем технологии СКВИ. Поэтому, дорогие друзья, мое такое обращение ко всем к вам. И сейчас давайте вы ответите на вопросы, пока вы будете отвечать, я расскажу, о чем сегодня мы с вами будем беседовать и поступать. Итак, как встретили Новый год, два вопроса, и какой раз вы на вебинаре. То есть вы ставите галочку и указываете, скажем, то. То есть если плохо встретить, то поставьте плохо. Если прекрасно первый раз на вебинаре, значит первый раз. Если прекрасно второй раз, значит тоже. Ну, это как бы, вот что-то плохо, тут ставится, смотрит почти. Я вас поздравляю, потому что все у вас будет просто прекрасно. И что вы на вебинаре там, где нужно. И сегодня наша встреча будет, скажем так, больше новостная. Потому что у нас очень много новостей сейчас. После канун Нового года и уже после Нового года. Я в течение 10-15 минут объясню главную такую новость. Потому что все получили письмо, что вы имеете возможность, скажем так, конвертировать свои обязательства, которые сегодня у вас есть у фонда, в акции компании Resholding. Что это такое, я объясню. Многие задают вопросы, почему это сделали. Мы просто не будем делать, конечно, три месяца раньше. Но чуть-чуть не запоздали, но тем не менее мы это сделали. Далее, после меня выступит человек, который возглавляет юридический отдел и маркетинговый отдел в корневой компании Skyway. Это Виктор Бабурин. После него выступит наш юридический отдел в лице Марины Ральцевой. Ответит на вопросы и дополнит, как это актуально с нашей стороны. Затем Игорь Корсун расскажет именно технически, как это и что, какие могут быть вопросы и как нужно правильно это будет сделать. И в завершение Сергей Сибиряков, который тоже осветит эту тему очень подробно и скажет, почему мы это сделали. И мы давно собрались уже делать. Еще полгода назад была поставлена задача. Ну, вот видите, мы это сделали. Хорошо, дорогие друзья. Значит, великолепно встретили Новый год у нас аж целых 81%. 3,5% у нас есть новый год. Ну, не разочаровывайтесь. Еще есть старый Новый год. С 12 на 14 можно повторить его. Тогда в вашей жизни может быть еще раз все хорошо. 8,5% первый раз у нас на вебинаре. Это 52 человека. И 40 человека, 7% второе на вебинаре. Хорошо, дорогие друзья. Ну, и давайте я начну. Значит, первая это новость. Что же такое конвертация? Ну, это более подробно расскажет Ирина Ральцева. А техническая страна Игорь Корсун. Но я хочу осветить такую главную вещь, почему мы это сделали. Мы, как фонд и Skyway Invest Group, это бренд. И торговая такая марта, можно сказать, компания AirSway Invest Group. Компания AirSway Invest Group 4 сентября заключила договор с холдингом Skyway в лице Антон Борчуниского, что мы готовы представлять, продвигать технологию Skyway, привлекая, работая по местопроводящей системе, неся образование людям и давая все, что мы делаем. Оплачиваем двойная выгода для судьбы. Да, это была одна из важных задач. И у нас есть масса видео в новостях, в партнерстве. И есть фото, выложенное видео. И мы заключили договор о сотрудничестве, если не ошибаюсь, на 20 лет. И на 50 лет у нас 20 лет. И некоторые неприятели, что продаются у нас обязательства, акции мы не дадим вообще и так далее, и так далее. Хотя я хочу сказать, что резервного фонда у нас в акциях. Достаточно приличное количество акций, где это называется ликвидность фонда. То есть любой фонд, это продуктив брокерской компании, брокерская работа. И наш резервный фонд достаточно велик. И работая с брокерами в свое время, я от брокеров по тому, какой резервный фонд и какая ликвидность. И если высокая ликвидность, резервный фонд высокий, значит я тогда работал с этими брокерами. Там, где есть коллективность, я скажу, меньше работаю с этими брокерами. То есть риски не будет. Только ликвидность у нас высокая. Но первые сертификаты, которые у нас были, электронные сертификаты, говорили о том, что я, то есть компания в лице RSV Investment Group, в лице Хавратова Андрея, гарантирует, что после IPO или сертификации, скажем, компании, мы гарантируем, что мы отпишем эти акции на владельца данного сертификата. То есть когда мы выходим на IPO, человек говорит, а я хочу акции, все хорошо, мы на тебя отписываем. Либо через фондовую биржу, в большей степени, скорее всего, через реестратор. Отписали это количество акций от компании. Но мы ввели так долгие переговоры еще с прошлого года. Первый раз мы затронули это. Вот как раз, если не ошибаюсь, 12, 13, 14 января мы были в Минске. У нас были подписаны протоколы, не протоколы намерения, а намерения и подписание протоколов, которые мы в апреле прошлого года подписали, о инициации адресных проектов, если не ошибаюсь, кажется, это не ошибаюсь, скажу, 100 тысяч километров дорог по России, 30 тысяч по Украине, 30 тысяч по Европе. То есть мы договорились об этом. Вот тогда мы уже говорили первые моменты, что как бы нам это сделать, чтобы те люди, которые хотят быть в реестре акционеров компании напрямую, чтобы это сделать. И вот полгода назад мы поставили айтишникам задание, и айтишники сейчас сделали это задание, и Игорь, по-моему, техническую часть расскажет чуть позже. И что это означает? То есть вы, когда нажимаете кнопку в личном кабинете, вот она находится во вкладке «Портфели», когда вы заходите, вот сейчас прямо нужно зайти в вкладку «Портфели», Игорь технически больше расскажет, но я хочу сказать, что когда вы кликаете на кнопочку, то есть конвертировать обязательства SWIG в акции, вы тогда даете заявку, вам нужно будет распечатать там кое-что, но это Игорь Ковсун расскажет, выложить документ, и мы за месяц собираем такие заявки, например, вы приобрели такое-то количество акций. Значит, здорово, все хорошо. Значит, вы эти акции можете сразу конвертировать. Из первое по пятое число мы передаем это компании, и вы будете с пятого числа, там сколько времени должно пройти, это уже мы решим с IT-отделом компании, может быть, Виктор Бабулин сейчас сможет ответить на этот вопрос, сколько должно пройти времени. Ну, я думаю, что не больше, наверное, 10 дней. У вас появится в личном кабинете уже непосредственно компания, это количество акций, которое было у нас. То есть здесь у вас списываются, то есть у вас, к примеру, 100 тысяч акций. Значит, вы захотите, чтобы конвертировать обязательства фонда в акции Рекс Холдинг. Значит, с первого по пятое число мы передаем компании, там, может быть, еще в течение 10 дней в компании у вас появляются в личном кабинете эти акции, и все выйдет. То есть это такая вот простая процедура, и многие люди задавали вопрос, а для чего это надо, а некоторые даже такие думают, а нахрена это нужно, да? Ну, то есть это нужно для того, чтобы, ну, если вы хотите напрямую иметь акцию компании, у вас есть такая возможность. Вот это сделано именно так. Вторую новость, которую я хотел бы довести до вас, дорогие друзья, это то, что с завтрашнего числа уже с утра, ну, сегодня, если вы видели, то спецдисконты программа, она продлена по просьбам очень многих инвесторов, наших партнеров, мы ее продлеваем до 31 января сейчас, и завтра выходят пакеты такие, вот сегодня, если пакет вы видели 25, 50, 100 и 250, то завтра появится еще 500 и 1000, то есть на 500 и на 1000 долларов. И это достаточно хорошая новость для того, чтобы делать, скажем, те, кто не успел, а для наших партнеров, для того, чтобы вы могли, скажем, достаточно хорошо и стабильно иметь в течение 10 месяцев хороший доход. И третья новость, достаточно хорошая, особенно для наших партнеров, с 15-го числа у нас вводятся восстанавливаемые выплаты бонусы акциями. Например, вы привлекли инвестора, он купил, ну, предположим, 100 тысяч акций. То есть мало того, что вы получили деньгами бонус, то вы еще сможете получить, как по маркетингу плану, бонусы акциями. То есть если он купил 100 тысяч акций, и это лично ваш привлеченный инвестор, скажем так, вы получаете 15% деньгами от его денег, которые он проинвестировал, и он купил 100 тысяч акций, вы получаете 15 тысяч акций себе на акционерный счет. То есть это ваши акции, которые будут вам начисляться. Это, то есть, ваши акции, то есть за вашу работу. То есть это было в прошлом году, мы вводили, но потом у нас были некоторые сложности с начислением. Мы с июля месяца прекратили вообще выплату. Но сейчас в согласовании с компанией мы все это, скажем, согласовываем. И мы сейчас переходим на уровень работы с компанией. То есть мы будем с компанией работать точно так же, как фонд Skyway Capital уже с 1 февраля. Я думаю, сейчас мы будем на следующей неделе с Надеждой Косаревой, которая является финансовым директором компанией Skyway. И мы будем решать все эти вопросы. Но Анатолий Дорфининский дал добро, поэтому я думаю, мы решим все это положительно. Поэтому мы можем все эти вещи восстановить. И, скажем, будет работа практически происходить так же. Поэтому, дорогие друзья, три прекраснейшие новости, которые очень отличны. Для тех, кто долго ждал, чтобы перевести акции, свои акции с фонда в холдинг Skyway, у вас такая возможность уже есть. С февраля месяца вы сможете быть напрямую акционерами Skyway. Вторая новость – это спецдисконт до 31 января. Мы продлеваем на сумму 25 долларов, 50 долларов. Их спецдисконт будет на 25, 50, 100, 250, 500, 1000. И третья новость – это то, что партнеры смогут получать, вот если вы хотите увеличить свой пакет акций, вы сможете привлекать еще больше людей, еще большему количеству людей рассказывать об этом. И с любой суммы, которую он проинвестировал, вы будете получать и деньги, и еще и цены. Вот это я хотел донести, дорогие друзья. А сейчас я передаю слово Виктору Бабурину. Я думаю, он здесь. Виктор, если ты здесь, то нужно будет включить микрофон и камеру. Видно меня? Андрей. Слышно, да? Так, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за приглашение меня выступить перед такой большой аудиторией. Торопился, даже не мог некоторое время зайти в личный, то есть в этот какой, в вебинар. Поэтому я просто сейчас из дома вещаю. Вот, значит, давайте мы тогда, опять же, быстро перейдем и, по сути, я расскажу о вот этой конвертации, да, о том, что такое доля в компании, привилегированные обычные акции. Вот. По поводу обязательств фонда вам больше, наверное, расскажут, больше расскажут юрист фонда, да. Я все-таки хотел бы говорить именно по той теме, которая является, в которой я больше ориентируюсь. Значит, так. По поводу громко, если громко, могу сделать потише, ну, смотрите сами, пусть у себя регулировать. Значит, как было сказано в прошлом году, когда мы проводили реструктуризацию компании, да, делали более удобный вход как для крупного инвестора, так и для небольшого инвестора. Значит, есть корневая компания, я просто не подготовил слайд, вы меня простите, эти слайды все можно посмотреть в апрельском вебинаре. Значит, есть компания, находящаяся в центре, Global Transport Investments. У нее уставной капитал поделен на две части. Это 70% обычных акций, голосующих, простых, и 30% релегированных акций. Акции, которые голосуют только по тем вопросам, которые касаются изменения их прав, то есть они не совсем не голосующие, но они голосуют только в том случае, когда дело касается изменения их прав. И у этих акций минимальное количество дивидендов, которые по ним будут выплачиваться, 20%. То есть по простым акциям дивиденды могут быть 1, 2, 3, 5, 10, могут быть и 20. Но простые акции, это больше акции управляющие, то есть акции, принадлежащие именно учредителю, который ведет вот этот вот проект, исходя из своего понимания стратегии развития компании вперед. Акции привилегированные, это акции и инвесторов, долгосрочных инвесторов, которым интересно получать welfare, ну или это называется дивиденды, прибыль, как бы, от владения акциями. Таким образом, значит, в компании Global Transport Investments эти акции, виды акций 2, привилегированные и обычные. Далее, у компании Global Transport Investments несколько учредителей. Первый, это компания Unisky, которая представляет интересы учредителя проекта, главы проекта. Вторая компания, это Евразин Роял Skyway Systems Holding, в которую входят все миноритарные небольшие инвесторы, акционеры. Третий соучредитель, это фонд Skyway Investment Group. Вот Евразин Роял Skyway Systems и Skyway Investment Group, являясь конкретно инвестиционными инструментами в проекте, обладают в компании Global Transport Investments процентом привилегированных акций. Потому что их основная цель это обеспечивать минимальную прибыль от будущих потенциальных от будущих дивидендов. И в Евразин Роял Skyway Systems Holding акции являются вот этим инструментом, который и передается инвесторам, для того, чтобы они могли являться соучредителями, конечными соучредителями проекта и получать свою прибыль как от в случае продажи акции своего актива, так и в случае получения дивидендов. Благо таковые будут. Таким образом сейчас вы те, кто являетесь инвесторами компании Skyway Investment Group можете принять решение обменять свои обязательства в Skyway Investment Group на акции компании Евразин Роял Skyway Systems Holding. Как говорил Андрей, я, наверное, сейчас повторюсь, вы оформляете заявку в личном кабинете, формируется реестр, заявок передается в Роял Skyway Systems Holding в личный кабинет и мы сейчас с программистами тоже должны это сделать, потому что просто работы много и не хочется это все дело запороть. Хочется, чтобы у всех в личном кабинете отражалось именно то количество акций, которое ему причитается. Таким образом нам передается реестр и потом наша задача это, чтобы человек, зарегистрировавшись в реестре, подтвердив себя, свое существование, например, может быть, это будет выслуха смс-кода на телефон, для того, чтобы привязать количество его акций в реестр к конкретному личному кабинету. Он себя идентифицирует в личном кабинете на rsvsystems.com и у него появляется выписка с тем количеством акций, которые он владеет в холдинге. Будет это осуществлено путем мены. То есть будет договор мены, по которому обязательства фонда, которыми владеют инвесторы фонда, меняются на доли акций инвестиционные доли в компании холдинги. Таким образом, инвестор прекращает, то есть фонд перестает нести обязательства перед инвестором, эти обязательства переключаются на группу компаний Skyway, а инвестор получает свое количество определенной акции. Сделка закрывается, дальше уже с фондом группа компаний имеет собственное отношение. Это то, что касается перехода. Какая разница? По поводу разницы, что такое акции, я думаю, объяснять не надо. Что такое обязательство фонда, это объяснит Ирина Ральцева. Тут просто передо мной есть четыре вопроса, составленные не мной, но я попробую на них ответить. Первое, это обязательства и доли отличия. Второе, осознаете ли, нужно ли вам делать конвертацию? Это вопрос из разряда не юридических сфер, а больше в чьей команде вы приходили, кому вы доверяете свои инвестиции, кому вы доверяете человеку, ведущему проекту. Я, с моей стороны, не могу сказать никаких замечаний в сторону наших партнеров с фонда. Все обязательства всегда выполнялись, все делалось в срок. Если какие-то вопросы по поводу сроков работы программистов, коллеги, не надо думать, что только здесь, в Skyway, какие-то существуют затягивания. Такие затягивания существуют везде. Просто никогда не хочется делать свою работу тяп-ляп, а хочется передать это верно и в полном объеме. поэтому делать конвертацию или нет, решать вам. Здесь я не вижу нужным какие-то советы. Дальше по поводу новостей от компании. Сейчас у нас закончилась длительная новогодняя каникулы, на которых мы дали сотрудникам отдохнуть, потому что в декабре мы довольно плотно отработали как и на участке, так и в конструкторском бюро, так и в маркетинговом плане было довольно насыщено все видеоматериалами, которые сейчас являются основным движителем и демонстрацией того, что все это является не какой-то интернет проектом, как называют наши многие недальновидные товарищи, а действительно реальным технологическим проектом со сложной историей, со сложным путем, но вполне реальным. что сейчас у нас в новогодние праздники в Беларуси это все 4, 5, 6 уже работали, работали на участке, сейчас наша подрядная организация там было оставание небольшое, буквально 9 дней, 10 дней по срокам, сейчас его активно ликвидировали, холода, где-то в пятницу будет чуть ли не минус 20, поэтому мы либо будем заливать бетон с использованием специальной техники, либо подождем недельку и будем второй этаж и опоры ставить продолжать чуть позже, но это буквально неделя, полторы может быть, потом все опять будет продолжаться в полной мере. Но в конце этой недели, как обычно, мы покажем новости с Эко-технопарка, увидеть отличия, что было до Нового года, что стало сейчас, процесс идет и вы сами видите, что в принципе ничего магического настройки не происходит. То есть это может быть на картинках у дизайнеров все это кажется утопическим, каким-то дивным новым миром, который не может существовать и это все какая-то где-то в интернете. А ведь на самом деле вы сами видите, каждый может убедиться, что это бетонные опоры, да, может быть, иногда грязные, да, может быть, они иногда лежавшие в снегу, но они ставятся в бетонные стаканы, которые зарываются на полтора метра в землю одним капком бульдозера. Это обычное бетонное сооружение, вот там анкерная опора, совмещенная со станцией, да, нет никаких магнитных левитаций, никаких нанотехнологий, нет большого количества людей, потому что цель Юницкого это в том числе снизить операционные и капитальные расходы на создание инфраструктуры, поэтому там не должно быть миллионы китайцев, потому что это будут, ну, то есть на стройке, потому что это будут большие затраты. Вы сами видите, то, что стройку можно делать очень маленьким количеством людей и довольно быстро. Вон, мы за три месяца, считайте, построили километр, и на улице дороги, которые до этого вообще никто никогда не строил. То есть, условно говоря, мы сейчас умножим количество людей с 15 работающих посменно до 30 и будем такие вещи строить в два раза быстрее, в три раза быстрее. Поэтому малолюдность строительства, она наоборот показывает плюс, что очень маленькие расходы потом при потоковом производстве уже все это будет. Ну, ладно, извиняюсь, я сейчас уже углубился в тему, просто когда проводишь с Юницким много времени, тут начинаешь уже сам с этой как бы инженерией дружить. Вот, значит, по поводу поездки в Австралии и вообще в Австралии в целом. Там, конечно, очень сейчас серьезно наш партнер, бывший министр транспорта Южной Австралии Рот Хук взялся за дело. К сожалению, из-за последних событий, связанных с терактами по всему миру и с условием роста напряженности сроки выдачи визы, оформления виз увеличились, поэтому мы не успели полететь, мы планировали 2 января полететь, но сейчас эта поездка откладывается на, ну, сейчас посмотрим, как визы получим, в принципе, так и будет уже определен срок вылета. Потому что у него запланировано там огромное как бы род-шоу, скажем так, то есть это именно конференции, это встречи с рядом чиновников, главами компаний, университетов, то есть он, скажем так, взялся и, понимая, как вести большой инфраструктурный проект, я напомню, что у этого человека портфолио реализованных проектов 10 миллиардов долларов, это как бы, ну, то есть то, что он провел как project manager через себя, организовывая поэтапно от начала поиска финансирования до сдачи под ключ проекта, поэтому я думаю, что такой человек обладает огромным запасом компетенции и он не идет слепую, а двигается четко, понятно, по там, понятному ему курсу, и первый его этап, который должен был он сделать, да, он это много раз говорил, я должен приехать и посмотреть, реально ли это все, когда он приехал, мы с ним 3-4 дня провели, он сказал, что он не ожидал такого от Беларуси, он говорил, ему друзья говорят в Австралии, куда ты едешь, род здесь, людей убивают на улицах, здесь еще бандиты, криминал, ну, он в итоге решил, собрался, потому что ему было правда это интересно, то, что он увидел, мне поразили его слова, когда он сказал, когда Юницкий демонстрировал ему на третий день нон-стопом, то есть они вот по 8-10 часов вместе проводили, да, я служил переводчиком, для меня это уже было как автоматическая трансляция, когда Юницкий демонстрировал ему систему воздухоочистки в подвижном составе, Рот это смотрел, потом говорит, Анатолий, а есть что-то, что вы не продумали в технологии Skyway? Юницкий говорит, Рот, я этим занимаюсь 40 лет, я продумал все, и когда спрашивают по поводу какие-нибудь хитрые инженеры из интернета, там, косо смотря, взглядом спрашивают, а как же там температурное расширение, или как там боковой ветер, ребят, ну, это даже просто несерьезно, потому что это вопрос к Юницкому образца 1985 года, вот, и, значит, первый этап для РОДА был именно приехать и убедиться, следующий этап для него был важен, это то, что местная австралийская компания взяла нашу технологию, частично мы раскрыли ее для того, чтобы они провели всесторонний, максимально всесторонний анализ, и чтобы эта компания, официальная сметная компания, выдала официальную оценку, сколько на самом деле стоит построить километр дороги на территории Австралии при условии цен местных, местной рабочей силы, прочее, прочее, прочее. Цифры, которые появились, получились, они австралийцев привели просто в шок, вот, поэтому мы, когда получим это заключение официально с подписью, с печатью, конечно, мы его обнародуем, вот, и для австралийцев это просто цены, ну, таких не бывает, вот, я еще раз повторюсь, это делалось на основе не просто того, что мы сказали, вот, как бы, здесь столько, здесь столько, здесь столько, мы показали им технологию, и они на основе этого произвели подсчет, вот, но это касательно вот новостей, которые будут, поэтому это будет поездка в Австралию определяющая, вот, и после нее может очень многое поменяться, пока, опять же, как бы, я не могу говорить конкретно какие-то строки, какие-то там деньги, или что-то еще, но я думаю, что это будет очень такой сильный прорыв в нашем направлении, кроме этого мы ведем еще ряд направлений за рубежом, вот, но здесь я связан с соглашением о конфиденциальности, я не могу говорить, и я не очень, как бы, большой приверженец до реализации каких-то планов, начинать их рассказывать, потому что, сами понимаете, мир не без добрых людей, к сожалению, все хотят, как бы, внести свой вклад не только в развитие технологий, но и почему-то внести свой вклад в остановку технологии, вот, но, в принципе, не мы здесь первые, я вижу это, ну, и вы все знаете, это и по истории всегда происходило, и сейчас вот я наблюдаю за нашим, как бы, конкурентом, да, можно сказать, из-за рубежа, или тоже, как бы, таким гениальным, довольно предпринимателем, может быть, тоже где-то таким неоднозначным, да, вот, Элоном Маском, тоже огромное количество критики, хотя человек, он выводит, там, рейсы в космос, все равно подвергается, все равно его обвиняют в том, что он что-то там не так делает, где-то не так деньги берет, ну, видимо, людей, которые готовы считать, что и деньги всегда хватает, ну, ладно, на это мы не будем обращать внимания, это так, лирика, просто иногда хочется поделиться, вот, значит, сейчас я еще посмотрю по поводу, четвертый вопрос, получите понимание ситуации в целом, ну, я думаю, что здесь я ситуацию в целом максимально вам, так, все, вроде бы, теперь сказал все, что хотел, может быть, даже немного больше, если какие-то вопросы, или если есть модератор, то я бы хотел тогда сказать, что мне делать дальше, или я тогда заканчиваю и придаю слова другому. Виктор, благодарю, сейчас по плану у нас иринараль, если есть вопросы к тебе, я думаю, это, может быть, там раз, два месяца будет спать, и тогда буду задавать вопросы. Я извиняюсь, просто завис, я тут вижу, Андрей, вот вопросы пошли, может быть, я на 5-6 вопросов отвечу пока быстро. Да, 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 давай. Тогда, коллеги, сейчас вот я, чтобы, так, что будет, если не конвертировать в корневую компанию, вы оставитесь со своими обязательствами фонда, и фонд будет перед вами нести обязательства, как и прежде. Рост капитализации в вашей компании. Пока рост капитализации находится на уровне наших частных сделок, и все, то есть здесь можно пока смотреть, открытого торгов на бирже не происходит, это все планируется в будущем. Можно не переводить акции, да, можно не переводить. Значит, у инвесторов простые акции в холдинге, который, в свою очередь, владеет привилегированными акциями в Global Transport Investments. Таким образом, эти привилегированные акции обеспечивают холдингу получение минимум 20% дивидендов, которые потом акционеры распределяют среди себя, как хотят. 100%, 90%, 10% направить на покупку доли в адресном проекте. это наш акционерный инвестиционный инструмент. Я тоже там такой же акционер. Юнистский там такой же акционер, то есть там он выступает уже не как управляющий компанией или там генеральный директор, а там он просто как акционер, которому тоже хочется получать прибыль от компании. Так что везде все одинаково. По поводу части акции и налогов. Значит смотрите, налоги платятся при продаже, когда у вас появляется уже база налогоблага. При покупке налоги не платятся, налоги платятся при продаже акций с той разницей, которую вы получили в качестве прибыли, ну сколько вы получили при продаже минус сколько вы потратили при покупке. Вот с этой разницей платится налог. Ну об этом уже и писалось на сайте компании и в социальных сетях об этом как бы в которой написана небольшая статья. Дальше, по поводу курсов, это уже, ребята, извините, издержки мировой экономики. Все, тогда я завершаю, вроде бы там основы я ответил. Давайте на связи, спасибо большое за приглашение, очень приятно выступать перед большим количеством людей. Вот, все, Андрей, и тогда дальше Вашим замечаниям. До свидания. Я подаю тогда слово Ирине Ральцеву, пока она подключается, сразу отвечу, этот вопрос вот интересный, а сколько просуществует фонд? Ну, очень долго, по крайней мере, пока я жив, у меня двадцатиная, многие из них, в том числе, изгущих, Поэтому, что они бы создавали для того, чтобы было столько, сколько больше своих компаний. Ну, я думаю, Ирина Ральцева, это будет. Я передаю слово Ирине Ральцевой, потом я откажу, ребят, а после Ирина Ральцева, тогда Ирина Ральцева, и потом Сергея Сибирякова, и там вопросы ответы. Все, ребят, пока-пока. Пока-пока. Подожди, Андрей, не выходи, меня слышно? Нет, нет. Меня слышно? Да, прекрасно. Да, хорошо. Да, придется. Угу. Я хочу вам рассказать, потому что вопросов было очень много, что такое обязательство фонда. Обязательство фонда, начнем, рассмотрение этого вопроса, начнем сначала. Что мы с вами приобретаем в фонде? Мы с вами... Чуть-чуть. Чуть-чуть. Спасибо. Поменьше. Да? Так, а что тогда поменьше? Сейчас это поищу. Здесь микрофон. Это настройки, звук, и там чуть-чуть убрать вот у тебя это. А сейчас нормально? Вот сейчас лучше, да. Вот сейчас лучше, да. Да? Я вообще бы включила. Смотрите, что мы с вами приобретаем, когда платим за акции? Мы с вами приобретаем... Теперь, теперь тихо, чуть-чуть убавить. Тихо, чуть-чуть. Теперь громче, да? Ага. Сейчас нормально? Так, чуть-чуть смотри, чтобы... Так, еще раз. Так, еще раз. Так, еще раз. Раз, раз, раз. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Все, и не хрипит, отлично. Все, и не хрипит, отлично. Угу. Тогда получается так, мы с вами оплачиваем обучающие пакеты. К каждому обучающему пакету прикрепляется определенное количество акций в зависимости от сложности изложения материала в том или ином обучающем пакете. Как только вы приобретаете этот обучающий пакет, это количество акций закрепляется за вами. Фамилия, имя, отчество. Это все ведется в учете полностью. Каждый человек имеет определенное за собой закрепленное количество акций в зависимости от того, сколько пакетов он приобрел. Конечно, очень хорошо, если вы еще читали, смотрели, слушали эти материалы. Это было вообще шикарно. Но здесь уже у каждого на совести. И, соответственно, этого обязательства что включают? Мы, фонд, берет обязательства на выплату дивидендов на закрепленное количество привилегированных акций. Потому что фонд, как сказал сейчас Виктор, является учредителем головной компании Global Transport Invest. И мы приобретаем, и мы являемся собственником привилегированных акций именно компании Global Transport Invest. Эти обязательства фонда включают не только гарантированность платы дивидендов, когда будет распределяться доходная часть. А также мы обязуемся именно в фонд передать документы на закрепленное за партнером количество акций по требованию партнеров конвертировать акции в холдинг. Я думаю, это понятно, да? То есть четко. Первое – это обязательства выплаты дивидендов на закрепленное количество акций. И второе – передача документов и начать процедуру. Что включает в себя передача документов? Это передать перевилегированные акции из фонда назад в Global и одновременно передать документы, которыми закрепляется за вами количество акций за каждым из вас, и передать сведения в холдинг. Кроме того, как вы инициируете ваше желание конвертировать обязательства фонда в акции? Вы нажимаете кнопку «Конвертировать акции», и когда вы принимаете окончательное решение, вам необходимо будет подписать соглашение. В этом соглашении, я вот его распечатала, чтобы не говорить ни своими словами, а конкретно из текста соглашения, описывается действие сторон по передаче документов. А кто здесь сторона в этом соглашении? Это фонд и вы, наш партнер. Она закрепленная за партнером акции в компанию RSS Holding. И подтверждает отсутствие финансо-материальных претензий друг к другу. То есть здесь полностью определен порядок, как вы фиксируете количество акций, которые передаются в холдинг. В холдинг передавать нужно все акции, которые за вами сейчас закреплены. Частично акции перевести невозможно, вернее, конвертировать невозможно. Единственное, что не передадутся только акции, которые участвуют в спецдисконтах, потому что сама процедура еще не окончена. Поэтому те акции, которые за вами были закреплены до начала приобретения пакетов по спецдисконтам, эти акции показываются в фонде. Если вы и в дальнейшем захотите конвертировать их в акции, как только закончится 10 месяцев с момента первой вашей проплаты, эти акции вы тоже сможете конвертировать, вернее, обязательства фонда вы сможете конвертировать тоже в акции. Срок течица вашего акционера. И полностью в этом соглашении указывается, что вы несете ответственность за действия с холдингом, то есть все договора, которые вы заключаете в заключении самостоятельно, без нашего акционера. Компания «Кэпитал» – это разумы получения финансового результата. А скажите, какой для нас финансовый результат для каждого партнера? Компания «Кэпитал» – это разумы получения финансового результата. 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 Друзья, добрый вечер. У Ирины проблемы с интернетом. Сейчас она пока попробует либо перезайти, либо перезагрузиться. Давайте. Так, Ирина, появилась. Как, Ирина? Как, Ирина? Да, да, я уже зашла. Меня просто выбросила. Ага. Да, да, да. Работает интернет еще с такой комнатой. Все-таки не каждый раз мы по тысячу человек, поэтому этот Мирополис не справляется просто. Мы к этому подходили. Все, Ирина, давай, продолжай. Отлично, как бы, информацию все с удовольствием слушаем. С удовольствием слушаем. Момент, то, что сказал, то, что спрашивали, да, у Виктора и в отношении налогов. Смотрите, налоги в каждой стране свое законодательство. Поэтому налоги получаются, вы платите, исходя из того, какую вы декларацию, годовую декларацию сдали. Соответственно, это ваши деньги, вы ими распоряжаетесь как считаете нужным. Если вы живете на территории страны, где нет ограничения по приобретению акций. Если есть ограничения по приобретению акций, то вы тогда разговариваете со своим юристом, советуетесь и принимаете решение или через фонд приобретаете, или через capital приобретаете, или приобретаете каким-то другим иным образом, который вас, как бы, для вашей территории, где вы проживаете на территории страны и государства, именно подходит. Поэтому каждый принимает решение самостоятельно. В отношении договора Мены применяются правила договора купли-продажи. Поэтому если вы живете на территории страны, которая законодательно ограничивает возможность напрямую приобретать акции, то вы и по договору Мены подпадаете под эти правила купли-продажи. Поэтому поймите, когда вы принимаете решение, пожалуйста, принимайте его обдуманно. У фонда есть свои преимущества, у капитала тоже есть свои преимущества, есть преимущества в РСВ, поэтому для вас это именно личное решение каждого. Кроме того, сейчас вам Игорь расскажет технически, как происходит перевод в акции. Мы почему назвали конвертацией? Потому что нет перевода, потому что партнеры фонда не владеют акциями. Они как бы пользуются вместе с фондом, в будущем будут, вернее, пользуются вместе с фондом в плане получения дивидендов. Фонд получает дивиденды и распределяет между вами на то количество акций, которое за вами закреплено. А владельцем, владельцем-собственником, именно собственником акции является только фонд. Когда вы переведете акции, вы будете там сами собственники, поэтому для себя принимайте сами решение. Или вы будете использовать обязательства фонда, или вы будете пользоваться правами акционера. Всю разницу между привилегированными и простыми акциями, основную суть и смыслы этих понятий рассказал Виктор. Если вы хотите более подробно узнать и выяснить, что это, с чем это, как говорится, едят, вы можете просто даже не у нас спрашивать, а забить, загуглить в интернете и полностью получить всю информацию. Также вы можете получить всю информацию по поводу своей территории, где вы проживаете, по поводу того государства. Просто забейте, как, например, купить акции, ну, к примеру, в той или иной стране, там, в Белоруссии, в Украине, в России, и вы полностью получите все ответы. Потому что я столкнулась с тем, что, когда начинаешь конкретно рассказывать, пошагово, люди, ну, как бы, сомневаются, а правду ли мы говорим. Поэтому, чтобы вы не сомневались, я думаю, интернет – это вполне независимая площадка, которая полностью вам может ответить на все ваши вопросы. Может быть, не все детально, не все досконально, но, по крайней мере, общую форму восприятия этого вопроса, этого ответа на ваши вопросы интернет может вам дать. Поэтому советую вам именно, как бы, обращаться к этой нашей возможности, которая появилась. У нас сейчас, еще лет 10-20 назад, у нас такой возможности не было. Нам приходилось сидеть в библиотеке и штудировать кучу литературы. Так что, вот таким вот образом. Я теперь хочу передать слово Игорю Корсуну, который расскажет о технических моментах, где найти, куда пишать и так далее. Игорь, тебе придаю слово. Приветствую вас, дорогие друзья. Слышно меня? А, нет. Немного уменьшил микрофон. Сейчас покажу свой экран. Так, видно ли рабочество или нет? А так, так получше или нет? Сделал еще потише. Больше никаких настроек в классе нет, кроме этого. Так, ну, вот пишут, что хорошо услышно. Но не у всех. Ну, начнем. Для того, чтобы перевести акции, вам необходимо перейти в ваш личный кабинет и в разделе портфель, вы увидите небольшое описание и конвертировать в акции. Eurizing RealSkyWay Holding Limited. Для того, чтобы иметь возможность перевести акции, вам необходимо заполнить ваш профиль личной информацией. Для этого не уходим перейти в вкладку. Изменить данные. Здесь вы указываете информацию о себе. После сохранения будет предложено проверить информацию, заполненную латиницей. Необходимо указать информацию латиницей так, как у вас указано в вашем загранпаспорте. Либо в вашем паспорте, если он уже заполнен латиницей. Приложение автоматически, используя транслитерацию, установленную ГОСТом, конвертирует информацию, которую вы указали на русском языке, в данные на латинице. То есть, если вы с чем-то не согласны, то вы можете это поменять. Также необходимо верифировать ваш аккаунт, если он еще не верифицирован. Для этого также необходимо перейти в раздел профиль, подтверждение личности, загрузить фотографии паспорта. Это три страницы. Либо две, если у кого-то вместо второго документа информация о том, кем выдан документ, указан на первой странице. И после выполнения этих действий вы можете приступить к конвертации акций. Мы видим, что здесь указана сумма вклада и количество акций, доступных на данный момент. Я выбрал такой пример, что... Так, секунду. Если перейти на вкладку... Вклады. Куплен один товар. ОИП спецдисконт с 15 тысяч акций. То есть эти 15 тысяч, они не будут переведены, так как товар до сих пор еще действует. Для того, чтобы иметь возможность перевести 15 тысяч акции, необходимо... Вернее, перевести акции, приобретенные по условиям товара в ОИП спецдисконт, необходимо завершить действие этого товара одним из способов. То есть либо это отмена товара, либо выполнение всех обязательных платежей. То есть на данный момент доступны для перевода в 12 тысяч 50 акций. Нажав «Конвертировать», приложение предложит вам проверить информацию, указанную латиницей, и редактировать ее и сохранить, если вы этого не сделали ранее. Если ранее это было сделано, то такой вопрос вам задавать в приложении не будет, скажем так. После чего вас приведет на новую страницу, где есть заявление на перевод акций в холдинг. Крикая на гиперссылку, у вас открывается документ. Документ заполняется на основании данных, которые указаны у вас в профиле. Представляется сегодняшняя дата, фамилия, имя, отчество. Всполняется последняя страница, где указана полностью информация о вас. Вам необходимо распечатать данный документ, подписать его на последней странице, можете подписать на первой странице также. И после этого вам необходимо прикрепить данное заявление на этой странице. Если вы закрыли эту страницу, то есть видим, что есть соглашение на перевод акций страницы 1 и страницы 2. То есть вам нужно распечатать этот документ и прикрепить сканированные копии. Вы можете загрузить файлы в разрешении PDF, чпех, png, jif. Размер файла не должен превышать 10 мегабайт. Если вы закрыли эту страницу и не знаете, как ее найти, то вам необходимо перейти в портфель, нажать на клавишу «Подробнее о заявке». И здесь вы увидите статус верификации договора на перевод. То есть сейчас статус верификации заявления на перевод акций не подписан. Чтобы это сделать, нажимать на клавишу «Подписать» и вас снова приложение переводят на страницу, которая была открыта до этого. После того, как вы прикрепили эти документы, необходимо нажать на клавишу «Подать заявку». После чего вы увидите сообщение о том, что данные загружены и в ближайшее время они будут проверены модератором. После этого на странице «Подробнее о заявках» статус верификации поменяется на «В ожидании». Также здесь указана вся информация о ваших заявках. В данный момент сформирована одна заявка, указывается дата, количество акций на перевод. Указывает статус перевода. И есть возможность отменить заявку. Вы можете отменить заявку, пока акции не переведены в холдинг. Как только акции будут переведены в холдинг, статус перевода поменяется на «Переведено». Акции с вашего кошелька будут списаны. На странице «Сертификаты» вы увидите, что сертификаты также будут помечены как архивные. В данный момент сертификат не сформирован. Если у вас тоже не сформирован сертификат, то вы можете либо сформировать его заранее до перевода, либо же оставить это дело приложению. Они сформируют за вас сертификат на то количество акций, которые еще не распределены. Так выглядит перевод акций. Перевод акций осуществляется только всей суммы. То есть вся сумма, которая есть на вашем кошельке, в вашем партифеле. Если же вы переводите второй или третий раз, то подписывать соглашение на перевод акций повторно не требуется. Если же после первого перевода акций вы изменили данные в вашем профиле, изменили фамилию, адрес регистрации, либо еще что-то, то есть данные, которые влияют на статус верификации аккаунта, то в таком случае будет запрошено подписание третьего документа в дополнение к соглашению. Данное соглашение несет в себе информацию о том, что в заявление, которое было подписано ранее, выносятся изменения в связи с тем, что были изменены паспортные данные. Также по завершению перевода акций формируется еще один документ, третий. В этом документе отражается информация о том, какие сертификаты были переведены, в каком количестве, какого числа и какой статус имеет данный перевод. Вот, в принципе, и все, что касается перевода акций. Также меня попросили добавить о том, что в личном кабинете добавлены два новых лендинга. Это лендинг «Новогодняя открытка» и «Лендинг Транснет Групп. Мы объединяем мир». Они доступны в разделе «Инструменты партнера» и «Рекламные страницы». Все выглядит они следующим образом. Это просто видео, которое поздравляет посетителя с Новым годом и Рождеством. Нажав на клавишу «Зарегистрироваться», человек указывает данные для регистрации, соответственно, регистрируется в компании Skyway Invest Group. И также «Лендинг Транснет Групп. Мы объединяем мир». Он сделан по аналогии «Народный проект XXI века». Здесь немножко поменяли текст и поменяли видео. Он доступен на русском и английском языке. У меня все. Если есть вопросы по переводу, то вы можете написать в чате. При переводе от SWIF в корневую структуру бонусный счет SWIF сгорит или можно будет перевести на другой логин SWIF. При переводе акций баланс вашего бонусного счета или ценного счета не изменяется. Изменяется только то, что вы перевели акции, которые были у вас в портфеле. Также обращаю ваше внимание на то, что, к примеру, если на момент перевода на вашем портфеле находится 1 миллион акций, и вы оставили заявку на перевод, а после этого приобрели, например, еще 10 тысяч акций, то будут переведены именно те, которые были на вашем кошельке в момент формирования заявки, то есть 1 миллион. А 10 тысяч акций переведены не будут. То есть вам нужно формировать заново заявку для того, чтобы перевести эти акции. Минимальная сумма для перевода составляет 10 тысяч акций. Так, сейчас секунду, читаю вопросы. Запись будет, да, пленар записывается. То есть сертификаты до перевода акций должны быть на все акции, выписаны сертификаты. Не обязательно вы можете либо сформировать сертификаты самостоятельно, либо же оставить это приложение, приложение это сделает за вас. Так, это не касается перевода. Да. Срок перевода акций. Как уже сказал Андрей Федорович Хавратов ранее, предполагается, что мы будем передавать пакет с акционерами с 1 по 5 число каждого месяца. То есть сертификаты в течение месяца после формирования вашей заявки акции будут переведены. Ну, так же, чтобы понимать, что участвуют две стороны. Так, Анатолий задает вопрос. По верификации отпущена ошибка в цифре паспорта, в регистрации верификация прошла, как исправить ошибку. Для этого вам необходимо зайти в профиль, изменить данные и изменить данные вашего паспорта. После чего вам необходимо будет прикрепить заново ваши данные паспорта. Хотя вы можете не прикреплять, так как менеджер увидит, что данные стали старыми, ну, прежними, и одобрит вашу верификацию. Где распечатывать документ после того, как вы нажали на кнопку «Конвертировать в акции Евразийский холдинг», у вас откроется новая страничка, и на этой странице будет предложено сформировать этот документ. Вот вопрос, как раз, об ошибке. У меня при загрузке документа выдает ошибку 404. «Да, мы об этой проблеме знаем, это потому что вы не оставили заявку». То есть, сейчас, секунду. Тут есть такая небольшая хитрость, если нажать «Подробнее». Как на перевод акции, потом подписать, то выдаст сообщение об ошибке, потому что заявка не была сформирована. Эту ошибку уже исправили, но, к сожалению, ее еще не загрузили на рабочее приложение, с которым работают пользователи. Чтобы этой ошибки не было, нужно сначала сформировать заявку «Конвертировать», нажать на кнопку «Конвертировать в акции», и только после этого сформировать документ. В ближайший день-два это будет справлено. К сожалению, я не могу ответить на ваши юридические вопросы. Я не могу немножко ответить. Я тут умудрилась некоторые вопросы глазами прочитать, потому что очень прыгает в чат. Поэтому я могу ответить немножко. Не уходи, пожалуйста, может быть, еще технически. Вот вопросы я прочитала. Зачем переводы, что фонд закрывается, фонд не закрывается. Стал вопрос о конвертации акций, потому что многие люди просили и хотели быть в составе акционеров. Поэтому мы для этого и сделали. Потому что этот вопрос поднимался. И перед путь до Анатолия Эдуардовича поднимался этот вопрос. Поэтому по просьбе трудящихся, как это раньше было, мы сделали все, как хотели люди. Ну а теперь, люди, поймите, если вы не хотите переводить, переводить не надо. Это все зависит от вашего желания. И как правильно сказал Виктор, от той команды, с которой вы уже сработались и работаете. Если вам нравится в фонде, уходить не надо. Нравится вам в другой компании, переходите в другую компанию. Конвертируйте акции. Но вы не перестаете быть партнерами фонда. Вы конвертируете свои обязательства фонда в акции. Но мы вас не исключаем. Вы остаетесь в фонде. И так же самое можете приобретать пакеты, так же самое участвовать в вебинарах, в каких-то рассмотрениях, спорах и так далее. Также вас никто, поймите, вас никто не исключает. Мы от вас не отгораживаемся. Наоборот, хотим как можно больше дать вам информации. Но дело в том, что есть настолько очень своеобразные люди со своеобразным пониманием нашего желания всем помочь, что у них возникают какие-то спорные моменты. Поэтому я отослала к интернету не как независимую эксперту. Потому что многим очень многое непонятно. Но одним непонятно не пытаются разобраться, а другим непонятно. И они пытаются спорить, не пытаются ругаться. И я считаю, что это как бы недопустимо для нашего с вами общения. Поэтому мы приняли первое решение – это конвертировать все обязательства фонда в акции. Второе решение – если вы не хотите, вы остаетесь в фонде. Мы так же само будем вас как бы облегать, так же само вас обеспечивать акциями, как и это было раньше – обеспечивать знаниями. При том, что за каждым пакетом закрепляется определенное количество акций. Оно как закреплялось, так и будет закрепляться. Если вы сегодня перевели, конвертировали, а завтра приобрели пакет, то вы приобрели и зафиксировали за собой определенное количество привилегированных акций. Вопрос еще был, что могут ли физические лица приобретать привилегированные акции. Именно на ту часть, которую, исходя из анализа, сколько наши партнеры приобретают, то не могут. Если огромное количество, я правда не знаю, в каком размере можно приобрести часть в Global Transport Invest, чтобы Анатолий Эдуардович признал стратегическим партнером и отписал вам прилегированные акции. Для того, чтобы именно физические лица были акционерами и участвовали в этом проекте, был осознан Евразийский холдинг. В Евразийской холдинг вы становитесь акционерами и собственниками простых акций. В фонде вы являетесь правообладателями обязательств фонда на выплату вам дивидендов на привилегированное количество акций, которое за вами закреплено, согласно приобретенных и приобретаемых пакетов. Вот самая главная вот эта вот идея. Обязательства фонда включают два момента. Это выплату дивидендов и беспрепятственную передачу документов и сведений по вам, по вас, по каждому из вас в холдинг. И начало той процедуры, которая зафиксирует все юридически значимые действия и сделает законными все действия всех участников данной сделки. Это сделка и очень серьезная сделка. Мало того, для вас, например, это подписание, первое это подписание соглашения, ну первое это верификация, потом подписание соглашения, потом вы еще подпишите, вы пройдете регистрацию, потом вы подпишите договор. А для фонда это еще 3-4 договора, которые вам не видны. Эти договора позволяют полностью сделать вас законными акционерами, а нас, имеется в виду фонд, полностью передать все права, все ваши права и передать регированные акции, которые у нас закреплены за вами, передать обратно в холдинг, чтобы вы имели право быть на это же количество акций акционерами. То есть поймите, это очень сложная процедура. Это не так, что я расчел, щелкнул пальцем и все получилось. Поэтому я вас очень прошу, внимательно слушайте, внимательно пытайтесь разобраться. И я вас очень прошу, не спорьте, потому что спорим и не придем к истинному пониманию. Я пытаюсь ответить на все вопросы, я независимо от времени суток, практически всегда на связи, поэтому есть чат юридический, пожалуйста, входите, спрашивайте, и мы полностью все разберем. В отношении налогов, значит, если вы живете на территории, ограничивающей приобретение акции, то вам лучше не участвовать в процедуре конвертации. Но это как бы мое мнение, поймите, мое мнение, это не догма, поэтому вы можете поговорить еще с другими юристами. Кроме того, если вы живете на территории свободного приобретения акций, независимо от того места, где вы приобретаете, это у себя в стране или за пределами вашей страны, вы должны подумать, а сдали вы годовую налоговую декларацию, а зафиксировали вы ту сумму законодательно, законно вернее, зафиксировали в законодательном порядке, что вы этими деньгами можете распоряжаться, подумайте сами. То есть на все случаи жизни мы не можем дать вам рецепт. В отношении привилегированных, то есть привилегированные акции в фонде после перевода, нет, смотрите, здесь вопрос, Максим пишет, то есть привилегированные акции в фонде после перевода или останутся простыми. Тут такой порядок. Эти акции мы должны вернуть, а для того, чтобы вам передали то же количество акций, которое за вами закреплено, именно того же количества, но простых акций, вы получаете, получается, мена. Вы сейчас имеете обязательства на выплату дивидендов, но вы не владеете на праве собственности этими акциями. Когда вы переведете свои обязательства в акции через холдинг, то вы будете стоять в составе акционеров, и вы будете являться собственниками этих акций. Поэтому обратите внимание, что в чем различие. Здесь вы владельцы, обладатели, вернее, обязательств, а там вы обладатель на праве собственности акции. Но здесь требования у вас по отношению к фонду через привилегированные акции, а там простые акции. Вот эти вот моменты, пожалуйста, обратите на это внимание, если вы хотите вот так все это разобраться. Правда, что при дарении, если мы не являемся родственниками, то мы должны по закону России, да, да, правильно, 9%. По Украине это 15%. Почему в СВИГ нет заключения договора приобретения акций? Смотрите, у нас есть договора, и эти договора размещены на этом личном кабинете. Дело в том, что мы в СВИГе, вы приобретаете обучающие программы, и в каждой программе прикреплено определенное количество акций. И в качестве бонуса мы вам даем обязательство фонда на выплату дивидендов на привилегированное количество акций, которое закреплено за вами. Соответственно, той программы, которую вы приобретаете. Если вы приобретаете, например, ОИП-1, это, допустим, 300, там, 350 акций. Если вы приобретаете ОИП-10, это, там, 250 тысяч акций. То есть, понимаете, это разница. Бабурин сказал вам ясно. Пока доходы... Да, дело в том, что Бабурин касался именно по акциям. Он правильно сказал. И налог от продажи акций вы будете пить только с разницей. Есть повод, познакомьтесь с технологией. Пожалуйста, знакомьте. Мне нужно решить вопрос. А, я сейчас сам это понимаю. Будет выпущен навесной на внешний... То есть, им уже прислонен дезинфикационный биржевый номер. Дело в том, что акции уже ведутся внешний реестр акций. Поэтому именно после выхода на ОИП-1, этот внешний регистратор и будет участвовать с нами в процедуре доставления акций на биржу. Это дивиденды выше приоригированные. Чем отличие простых от приоригированных? Сегодня Виктор сказал, простые акции – это ваше участие в управлении компанией. Это, ну, грубо просто скажем, да? Приоригированные акции – это минимум 20% доходной части идут на распределение дивидендов. Можете ли вы провести отдельный... Дальше не могу прочесть. Убежала. Дайте определение, чем они отличаются. Привилегированные акции не участвуют в управлении. Да, платят налог с дивидендов до 20% в зависимости от страны проживая. Не выплачивают. Может ли фонд... Нет, не может фонд принять такое решение, потому что, кроме всего прочего, мы не одни в этом юридическом пространстве. Мы тесно взаимосвязаны и работаем с Единицким, Анатолием Диаза, Эдуардовичем, со всеми состями компании Skyway. Процент выплат под дивидендов будет как для прилегированных, держательных или по-простым. Значит, смотрите. Я сейчас не могу сказать, сколько. Понимаете как? Я вам просто говорю в тех нормах, которые законодательно определены и которых придерживается Анатолий Эдуардович. То есть до 20% это будет доходной части идти на распределение дивидендов по прилегированных акций. А сколько и вы определитесь как акционера к выплатам на дивиденды, это от вас будет зависеть. Или вы полностью всю прибыль, которая вам отдана как акционерному обществу на расчеты с вами в качестве дивидендов, отдадите на развитие компании или на развитие каких-то новых направлений. Это уже от вас зависит. Или поделите. Там 1-2% сюда выплатить дивиденды. 5% туда, 10% туда. Это как бы от того количества, которое вам выделено на распределение. Так, сейчас. Раньше я жду акций с главной, не отличаются от акций купленных в фонде. Теперь, оказывается, есть и нет. Да нет, что значит не в пользу головной? Главная компания Global Transport Invest. Мы приобретаем, мы являемся учредителями компании Global Transport Invest. Так же самое, как и в Risen Skyway Holding. Чем дальше, тем все понятно. Просто нужно слушать. Я могу сказать эти моменты, я объясняю как бы неоднократно. И очень часто люди с седьмого раза ко мне подходят и говорят, спасибо вам большое, мы только поняли. Сделайте таблицу. Какую таблицу? Напишите какую таблицу. Разница что ли? Отличия? Вы, извините же, для вас все вопросы, но вы перескакиваете стену. Но дело в том, что я не могу понять, прыгают вопросы. И хочется на всех ответить. Нужно ли в России в декларации указывать факт обмена обязательств на акции? Нужно ли будет платить с этого налог? Нет, не надо указывать обмен на акции. Я начну к отношениям договоров купли-продажи и мены. Вот смотрите, есть договор купли-продажи, есть договор мены. Так вот, мена состоится как бы из двух договоров. А купля-продажи – это как один этап договора. Так вот, к мене применяются правила договора купли-продажи. Пока дивидендов дело дойдет, все успеете изучить правильно. Делаем вот поэтому много вопросов не по первому разу. Я не против, что надо вам объяснять. Мало того, многие люди действительно не понимают. Просто слушаете и все, спрашиваете. Я готова вам отвечать и постоянно отвечать. Я для этого даже написала брошюру. И мы хотим следующим этапом писать брошюру по юридическим моментам, по юридическим вопросам. Мало того, мы сейчас говорим с Димой счастливым и будем как бы регулярно 15-20 минут отводить на вебинарах временно юридические вопросы. Где здесь брошюру? Обратитесь, пожалуйста, ко мне юридический чат или кто связан с представителями Хайковского офиса. Ушло. Мы заплатили на лук западая, когда придется. Не увидела, ребят. Извините, но она так прыгает, и ничего не могла понять. Свои акции в фонде я не могу продать. Смотрите, что значит свои акции в фонде вы не можете продать. Вы действительно не можете свои акции продать, но вы можете обратиться с этой просьбой в фонд. Вы можете через уступку права требования фонду или нашим партнерам реализовать какую-то часть акций. Но есть определенный срок с момента сертификации транспорта или с момента выхода на IPO. Это принимает решение компании Skyway, а именно она зависит от Анатолия Эдуардовича. И в сертификатах мы тоже четко укажем срок, когда вы можете предъявить эти требования, когда вы можете, ну, захотите решить какие-то свои финансовые вопросы, ну, в связи с тем, что за вами числятся такое-то количество акций. Смотрите, в отношении статьи и так далее, вопросов, я, например, размещала в юридическом чате форму для размещения вопросов. Вы думаете, много вопросов пошло? Два-три вопроса, и то такие незначительные. Поэтому я вас очень прошу, я еще раз размещу форму или просто пишите свои вопросы через юридическом чате. Нам тогда легче отвечать, потому что все вопросы, которые вы задаете, они немножечко повторяются. Мы их систематизируем и изложим, выложим это и на вебинарах, и постараемся изложить это в письменной форме. И это будет служить основой для нашей юридической брошюры. Маргарита, пожалуйста, дайте, пожалуйста, ссылку на юридический чат, я видела, вы размещали. Спасибо большое. Будет ли возможность переписать акции на родниках в Дуэпио? Будет возможность. Я думаю, будет возможность и там, и там. Но, опять же, это все действия не так уж просты. Поэтому вы должны, прежде всего, поставить в известность и затем разработать с юристами, допустим, или фонда, или юристами, допустим, головной компании, как это сделать. Потому что все не так-то просто. Сегодня пройдете вебинар. Упрощайте все вопросы. Мало того, я не могу даже, только чат быстро прыгает, указывает факт обмена на акции, нужно ли будет, а, вот, нужно ли в России в декларации указывать факт обмена обязательств на акции, нужно ли будет платить с этого налог. Смотрите, если вы сдали налоговую декларацию, и вы четко понимаете, что на эти деньги вы можете рассчитывать, то ничего не надо вообще показывать. Потому что сама Россия, в России очень интересно законодательство, там свободно приобретение, согласно валютному законодательству, свободно приобретение акции не только на территории России, но и за ее пределами. Единственное, что, ну, это, как бы, политические моменты, которые сейчас могут, как-то, значит, что-то добавлять, не знаю. Ну, по крайней мере, сейчас пока ограничений законодательных там нет. Не вписанной форме, собрать все руководства, ответить люди на все вопросы. Знаете, этим я вам скажу. Эти вопросы, если бы вы изложили, нам было бы легче на них отвечать, потому что я половина вопросов просто не успела даже зафиксировать. Есть внутренний учет, который мы ведем. Иначе, вы представляете, сколько нас, и мы бы просто запутались, поэтому без учета мы не можем. И этот учет, вот, учет полностью зависит от наших, нашего IT-отдела. Как оформлять образовую конвертацию для несовершеннолетних, по такой же процедуре или особо? Ну, получается, нужно понять, сколько лет ребенку, да? И этот вопрос я переговорю еще с юристами головной компании. Возьмут ли они несовершеннолетних? Да, как у новой речки, кто ее заполняет сегодня? Так, Ирина, давайте все вопросы в чате, они сохраняются. Дайте свой еще чат, чтобы писали, потому что в один вечер мы сейчас на все вопросы не ответим. Поэтому пусть напишут, и все вопросы с чата мы возьмем, и сделаем специально для этого ответ. Нет, потому что, во-первых, вопросы повторяются, во-вторых, час сорок уже для такого вебинара, так сказать, как бы это. Я отключаю. Вот, вопрос, давайте выходить, это самое, с технической точки зрения, как решать. Вот. Игорь, значит, то же самое, ты тогда, когда запишешь полностью видеоинструкцию, мы ее разместим в ЛК, и по этой видеоинструкции будет понятно, что, как работает, что, как делается, и здесь вопрос, мы абсолютно все закроем. Хорошо? Да, хорошо. Так, давайте тогда это самое. Значит, друзья, я, так сказать, буквально три слова в конце, потому что и так уже устали, народ расходится, я понимаю, тема, тема очень важная, вот, поэтому, друзья, давайте начнем, скажем так, мою завершающую пятиминутку, чтобы четко было понимание и недосказанности, потому что не вокруг да около, сейчас вот я смотрю, народ параллельно в чате пишет вопросы, комментарии, значит, друзья, давайте четко понимать, зачем создан Skyway Invest Group, в какое время это было, и почему 1 октября 2015 года наш фонд начал работать. Значит, друзья, в это время были заведены уголовные дела на Юницкого, на работу в Литве, была парализована работа в Литве, и нормальное выстраивание схемы работы, как в нормальном европейском государстве, было прекращено. И для этого Анатолий Дуарович четко принял решение, и мы его реализовали, командой которой была, это разнести краудинвестинг и разнести конструкторскую работу по созданию демонстрационного полигона и создания технологии. Это была необходимая задача, мы ее выполнили, и год работали в четкой юридической схеме. При этом мы применили очень правильную, грамотную схему, когда мы выводили и обучали людей, то есть мы вводили обучающие пакеты, и параллельно с этим люди, понимая ценность этих пакетов, получали сертификаты на акции, которые потом были конвертированы. Эта схема была необходимой, она отработала, и она свою задачу выполнила. По мере того, как проект развивался, по мере того, как стали приходить десятки, а потом сотни тысяч людей, и по мере того, как юридическая схема выстроилась и в самой компании, потому что вы помните, что весь прошлый год в ЛТД в Лондоне, в ПЛС, что невозможно было сделать по лондонскому законодательству, и принято было другое решение, создана была другая компания в реестр, который сегодня входит. Так вот, друзья, это сегодня то, что мы делаем, это следующий шаг по защите юридически тех, кто пришел в проект. Это защита и выстраивание единой системы, которая будет защищать и обеспечивать безопасность тех людей с юридической точки зрения, которые вы сегодня вошли. И на 25 октября, кто не видел, обязательно посмотрите выступление Анатолия Ивановича Юницкого, где он четко сказал, друзья, мы движемся, мы развиваемся, мы выстраиваем максимальную схему для вас понятную и максимально вас защищающую. Поэтому сегодня отчасти мы стали свидетелями дальнейшего. И некоторые, скажем так, будем сказать, не очень добросовестные люди, которые работают сейчас в нашей системе, начали поднимать волну из-за того, что обязательства фонда, обязательства компании, обязательства Юницкого – это разные вещи. И на это, несмотря на то, что Анатолий Иванович Юницкий лично на это говорил, что мы партнеры, мы работаем, все обязательства, они являются в одной системе. Из-за того, что Виктор Бабурин неоднократно выступал и говорил о том, что сегодня все обязательства фонда, они обеспечены акциями компании, и все, что сегодня говорится, это конвертируется и делается. Тем не менее, эта волна пошла, и то, что мы сегодня сделали, друзья, это предложение тем, что кто вошел в Skyway Invest Group, вот этот сложный период года, когда мы финансировали в единственном числе проект, пока становилась другая система и развивалась, он сегодня может конвертировать, то есть перевести обязательства фонда в обязательства компании. И мы абсолютно считаем, что это свобода выбора каждого, и каждый, кто хочет этой возможностью воспользоваться, воспользуйтесь. Вы будете в акционерах, в реестре акционерах компании «Евразиан Рейл» Skyway Holding, и, соответственно, вы будете получать выписку, и если вы считаете, что в той вечерной стадии, которая сегодня есть, это для вас большая защита, значит, это абсолютно правильно. Со временем, друзья, я не могу говорить, что произойдет это сегодня, завтра, послезавтра, все будет объединено вообще в единый реестр. На сегодняшний момент мы, как фонд, как самостоятельная структура, это специально было сделано таким образом, что Skyway Invest Group – это независимая компания, которая выполняет свои задачи по привлечению инвестиций в проект Анатолия Ильича Юницкого в строительство демонстрационного полигона в Бариной Горке. И, как вы видели, все отчеты, с учетом, что основные средства шли от Skyway Invest Group, мы эту задачу очень хорошо и выполнили, и продолжаем выполнять дальше. Второй вопрос, который мы ставим перед собой задачу, это работа, обучение, привлечение новых людей, которые ничего не знают о Skyway, которые ничего не знают о экономическом развитии, которые ничего не знают вообще, что там такое акции, как на них можно зарабатывать. Поэтому мы этих людей обучаем, мы им даем информацию, мы им даем возможности инвестировать и возможности зарабатывать, мы им даем свою юридическую защиту, которую выстраивает Skyway Invest Group, а дальше они уже могут принимать решение по тому переходу в корневую компанию и становиться в реестре именно Евразиан Рейл Skyway Holdings. Причем, как сегодня Виктор Бабурин уже сказал, что сегодня тот, кто является участниками фонда, он защищен более серьезно, чем, скажем так, отдельный акционер, который вошел на небольшую инвестицию. Объясню почему. И Ирина Ральцева это тоже очень хорошо показала, что фонд это самостоятельная структура, это своя юридическая служба, и мы работаем и даем дополнительную гарантию защиту тех, кто вошел в фонд. Потому что помимо тех обязательств, которые дает сегодня компания, мы свою несем ответственность. И мы эту ответственность выполняем, и я думаю, что здесь ни у кого не вызывает сомнений. И второй вопрос, что мы сегодня дальше по мере развития делаем. Мы сегодня уже как инвестиционная группа ведем работу по продвижению проекта, по созданию адресных проектов применения технологий. И про рода Хука, которого Виктор говорил, и Анатолий Дуарович едет туда, то это тоже работа, друзья, нашего фонда. Это наши сотрудники нашли, убедили, провели всю работу, состыковали, организовали информационный обмен, потом сделали Хука инвестором через Айвэй Инвест Групп, и потом он стал работать уже напрямую как партнер. И это наши, друзья, совместная победа и совместная работа. И дальше мы будем также продолжать и делать, и выстраивать эту работу. И все обязательства, которые сегодня есть, они все будут обязательствами именно головной компании, корневой компании и обязательств, которые будут ходить. На сегодняшний момент, когда мы сегодня проводили работу, мы четко говорили, друзья, вы имеете двойную защиту, и сегодня ничего не меняется. Дальше вопрос. По мере той спекуляции, я по другому слову не могу сказать, потому что ряд людей, которых я считал порядочными нашими партнерами, стали из проблемы перевода, из проблемы владения, это делать, именно раздавать ажиотаж. Поэтому мы сказали, все обязательства будут переведены в компанию, и сегодня мы отлаживаем систему, когда в автомате с периодичностью 2-3 месяца все, кто входит в фонд, если желают, будут становиться акционерами, попадать в реестр Евразия Нравил Скайвей Холдинг. Это, друзья, абсолютно нормальная работа, потому что сегодня, вот тут задавался вопрос, 220 тысяч человек, которые зарегистрированы, ну примерно там 50-60 тысяч, кто активно работает. Это те, кто, друзья, наши единомышленники, те, кто инвестирует, привлекает людей, активно развивает проект. Сейчас по мере того, друзья, как активно идет работа, идет демонстрация, и как Виктор Бабурин сказал, что каждый день идут новости с Марьиной Горки, каждый день идут переговоры с правительствами, Арманд, он только что вернулся, с правительством Ирландии, Виктор с Анатолием Горьимовичем, мы готовим сейчас к правительству Австралии, мы готовим сейчас презентации мэру Санкт-Петербурга, Москвы и так далее. Все это в этом году мы уже увидим десяток запущенных проектов, приход к нам больше увеличится. И мы сегодня, друзья, как инвестиционная группа, все больше и больше на себя ощущаем ответственность обучать людей, потому что люди приходят, спрашивают, что такое Skyway, что делать, как заработать, как участвовать в адресных проектах, как сегодня выстраивать, а тут, друзья, мы тоже очень много говорим, я не буду сейчас очень многие вещи затрагивать, сразу отсылаю на наш с Алексеем Суходовым вебинар в среду, который будет в 12, в 13 и в 19, в 20, мы это четко показываем, что, друзья, а еще и подошла программа с землей, это тоже еще один инвестиционный ресурс. И сегодня синергия, которая идет от путинского проекта «Золотой гектар земли» на Дальнем Востоке, проекты, которые уже становятся реализуемым и доказательным с точки зрения Skyway, и, соответственно, еще адресные проекты, которые все больше и больше набирают обороты, это, друзья, сегодня платформа для того, чтобы через полгода мы с лихвой переступили категорию в миллион человек. А это сегодня, это мы понимаем, друзья, потому что, когда мы знали первые с Виктором и с Анатолием Давровичем вебинары, там полтора-два года назад на 23 человека, мы начали обучать людей, потом подключилась мощнейшая академия Хавратова, потом подключилась академия макросоздания Ларисы Артамоновой, потом пришли все люди, которые сегодня работают, и это, друзья, сегодня разрастающаяся, скажем так, веер, развивающаяся система, которая дает результаты. И, соответственно, мы сегодня понимаем, что этих людей надо грамотно обучать, надо показывать информацию, и мы, как Skyway Invest Group, эту задачу выполняем. И мы взяли на себя сегодня уже складывается диверсификация, то есть спецификация, по которой работает Skyway Capital, спецификация, по которой работает головная компания, которая также выстраивает систему. И мы на себя взяли сейчас как раз обязательство, это работа с людьми, которых надо рассказать о проекте, привлечь и показать ценность того, что мы делаем. После того, как они это делают, они получают информацию, дальше могут принимать решения, дальше оставаться работать с фондом и те направления, которые мы даем, либо с инвесторами Skyway Holding. Поэтому, друзья, я могу сказать, что тут пытались поднять, что ажиотаж, никакого ажиотажа, друзья, нет. Это плановая абсолютно работа. Что мы обещали и говорили, мы будем переводить, и этот процесс будет постоянным и регулярным по периодичности. То есть каждый, кто хочет, будет переводить. Никакой спешки, никакой хвата и мешки вокзала отходит, здесь, друзья, нет. Ирина четко вам показала с юридической стороны, что вопрос проработанный. Поэтому, друзья, не спешите. Это первое, что надо сказать. Не надо хватать и делать, чтобы тем более что-то потеряете. Или кто-то, кто пойдет первый, получит что-то раньше. Друзья, мы все готовимся к одному очень серьезному событию, которое мы все ожидаем в этом году. Это завершение входа в корневую технологию. Когда инвесторы и заказчики обеспечат финансирование конструкторского бюро, и то, что мы с вами делаем привлечение на краудинвестинге для финансирования демонстрационного и сертификационного полигона, это будет закрыто. Дальше мы с вами будем заниматься развитием проекта. Мы будем заниматься развитием адресных проектов. Мы будем строить и запускать конкретные трассы и проекты. Это, друзья, совсем другая работа. И создан, и дальше развивается именно инвестиционный фонд Skyway Invest Group. Когда мы сегодня готовим адресные проекты, я лично веду переговоры уже как минимум, наверное, с десятком руководителей городов и регионов, о том, чтобы в этом году начать уже строить. И туда мы будем привлекать средства. Это, друзья, инвестиционная работа. Сейчас мы работаем как венчурная краудинвестинговая площадка, которая собирает на высокорисковый венчурный проект средств и, соответственно, обеспечивает юридическую защиту. Как только, друзья, будет закрыт вход в корневую технологию, а вы знаете, это моя любимая поговорка, дай бог, как говорила моя бабушка, нам дожить до этих проблем, соответственно, начнется совсем другая работа. И фонд, мы готовим сейчас его к этому. Он станет профессиональной площадкой по обороту акций, по замену долей, по, соответственно, продаже долей в корневых и в адресных проектах, по капитализации. И фактически это станет биржей, которая будет вырастать потом на технологии Skyway, с капитализацией, намного превосходящей все сегодня существующие биржи оборотов. Это, друзья, мы к этому и готовимся. Дальше мы запустили проект по потребительскому обществу для того, чтобы на основе законодательства потребительского общества сделать свою расчетную систему. И до конца этого года мы планируем запустить расчетный кассовый центр, который будет осуществлять расчеты внутри проектов Skyway. Это все, естественно, идет в связке с работой с технологией. Потому что развитие проекта, друзья, то, что сегодня занимается Анатолий Дуарч-Юницкий, конструкторское бюро, юридическая служба Виктора Бабурина, это, друзья, развитие технологии. Мы стоим на шаг впереди. Мы стояли на шаг впереди, когда запускали финансирование. Сегодня мы стоим на шаг впереди по запуску проектов. Это огромная работа подготовительная с властями, с крупным бизнесом, с финансовыми инструментами, с налоговыми инструментами, которые сегодня есть. И сегодня, если мы это не продумываем и не делаем, завтра эта работа никуда не пойдет. И вот этим как раз, друзья, мы сегодня и занимаемся, и реализуем. И то, что сегодня вы увидели и услышали, мы поставили и дали ответ на очень многие вопросы, которые сегодня... Надо переводить, не надо. Рекомендация, да, друзья, для того, чтобы вы были... Если вы считаете, что для вас будет более спокойным, если вы в реестре и имеете выписку из реестра акционеров Евразия Н. Рейл, Скайвей, Холдинг, значит, переходите. Если вы считаете, что фонд и команда, которая есть, она является дополнительной вашей юридической защитой, что она обеспечивает вам дополнительную капитализацию, кроме акций, значит, пока не переходите, значит, смотрите. Это вопрос, опять же, каждого. Но то, что у каждого будет возможность в любой момент, еще раз повторю, в любой момент перевести обязательства фонда в акции Евразия Н. Рейл, Скайвей, Холдинг, это, друзья, однозначно. Сегодня мы этот вопрос только отлаживаем. И, как сказал и Виктор Бабурин, и Игорь Корсу, и Ирина Ральцева сейчас, вы, наверное, должны четко сейчас понять. Это, друзья, непростой вопрос. Очень непростой. И да, действительно, мы планировали запустить это в ноябре, в декабре, но по техническим вопросам, когда надо соотнести базу и техническую работу Skyway Invest Group и головной компании, это мы сейчас активно решаем. Но благодаря там профессиональной работе, благодаря, скажем так, огромным усилиям, которые мы делаем, мы, друзья, как раз эти задачи решили. Еще раз повторю, чтобы четко не было никаких недосказанностей. У каждого есть возможность и в любой момент вы можете перевести и переведете свои обязательства фонда в обязательства и в Райзен Рейл Скайвей, которые обеспечены интеллектуальной собственностью инженера Юницкого. И капитализация, которая пойдет, друзья, IPO, вы тоже слышали ответ Бабурина, который четко сказал, стратегия IPO будет продумываться не в этом и даже не в следующем году. Но капитализация наших с вами активов, венчурных капиталов, она начнется уже в этом году. Поэтому, друзья, завершая и подводя как бы итог, я могу сказать, что то, что сегодня происходит, это плановая работа. Мы отвечаем всем нашим и доброжелателям, и недоброжелателям, говорим о том, что мы обещали переводить и будем переводить, что такая возможность будет у всех. И тот, кто приходит сегодня в Skyway Invest Group, мы как самостоятельная инвестиционная команда, и компания, мы говорим, что в нашей команде есть ряд преимуществ, которых нет ни в Skyway Capital, ни даже в Евразии на Rail Skyway холдинге. То есть, у нас есть еще ряд преимуществ, которые будут у тех, кто будет в нашей команде. Какие? Изучайте, друзья, мы будем это рассказывать, мы будем показывать, это наша работа. Естественно, что мы заточены и мы работаем в единой системе. наша задача приводить последователей, приводить партнеров и приводить тех, кто будет участвовать в проекте Skyway. На сегодняшний момент адресный целевой проект это демонстрационный полигон в Марьиной Горке, дальше это финансирование. И здесь, друзья, я могу сказать, мы решаем одну задачу, и вы, наверное, видели и финансовые отчеты, вы видели и выступление Юницкого, когда он четко говорил, мы все решаем одну задачу. Я могу сказать, у нас, друзья, на сегодня все это неплохо получается. Поэтому давайте, друзья, вот у меня сейчас такая настоятельная просьба, которая есть. Первая, убрать из всех наших общений и всех вопрос негатив, потому что наша задача, как сказал Юницкий, я его цитирую на 25 октября, возьмите, посмотрите запись, он четко сказал, друзья, весь этот год мы работали и работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя более комфортно и вы получали все большую и большую юридическую защищенность. И вся наша служба и фонда, это Ирина Ральцева профессиональный юрист, Дима Счастливый, это Виктор Бабурин со своим отделом, мы все над этим работаем, мы единая команда. И в этом плане я могу сказать, что формы этой защиты, они тоже разнообразны. И когда сейчас начинают, я другого слова не могу, парить мозги между привилегированными акциями, непривилегированными акциями, что здесь, что как, это, друзья, попытка сейчас завести спекуляцию на том, что происходит. Друзья, мы сейчас говорим, что за год те инвесторы, которые сейчас пришли, если для них более комфортно быть в реестре с выпиской из реестра акционеров Евразия и Райл Скайвей, мы такую возможность даем и такая возможность предоставляется компании. Дальше, друзья, если вы хотите участвовать дальше в работе и получать дополнительную прибыль от того, что ведет уже как инвестиционная группа Skyway Invest Group, милости просим, друзья, мы открыты, мы работаем и мы всегда привлекаем новых людей, которые нам помогают. Но при этом, друзья, у нас единственная цель на сегодня это демонстрационный полигон Марина Горга. Следующая наша цель, которая развивается где-то параллельно, а где-то с отставанием на один-два вопроса, это связанное с вопросами адресных проектов. И здесь, друзья, я могу сказать, что адресные проекты, я этим занимаюсь каждый день, поверьте мне, то есть я сейчас готовлю презентацию Собянина и Полтавченко. Про Армонда, который там уже показывал нам в директорском чате фотографии с министрами Ирландии и через неделю летит уже подписывать договор с правительством от компании, управляющей компанией, которая будет строить первоадресные проекты. Это, друзья, говорит о том, что процесс этот активно идет и остановить его невозможно. Поэтому давайте уберем все вот эти негативы, потому что, друзья, как Виктор сказал, что у нас по мере развития проекта появляется не только много союзников, но, друзья, и все больше противников. И многие, как мы уже столкнулись, которые, казалось бы, люди работают в наших командах и внешне декларируют, что они поддерживают, развивают проект, на самом деле работают как разрешители. И на самом деле стараются и помешать работе фонду, и помешать работе компании, и в конечном итоге сорвать реализацию проекта. И мы с этим, друзья, к сожалению, сейчас сталкиваемся. Это реалия нашего времени. Не знаю, как это трактовать. Либо это на зарплате конкурентов, либо это просто завистники. Но такие люди есть, и мы несколько таких фактов будем показывать. Это действительно очень такие вопросы есть. Поэтому, друзья, давайте, у нас уже два часа работы, это все-таки для такого вебинара. Я понимаю, что он очень важный, тема очень животрепещущая, но давайте все четко для себя сейчас поймем. То, что мы сегодня обсуждаем и делаем, это дополнительная для вас возможность, что вы хотели перевести. Мы, когда начинали фонд, и когда совместно с Анатолием Дуаровичем, вы помните презентацию 1 октября прошлого года, мы говорили, что мы сегодня даем обязательства фонда, которые обеспечены акциями головной компании. И дальше мы при приближении IPO, мы будем их конвертировать в акции. Мы это обещали и делаем. Сегодня, мы говорим, вопрос, встает, что вы хотите заранее это сделать? Ради Бога. Но, поверьте, и вы, наверное, сегодня тоже это увидели, что это не такой процесс скандачка, когда сегодня взял, просто поменял одно название на другое, и вы стали акционерами другой компании. Это, друзья, все-таки юридический процесс. Вы становитесь акционерами компании, реестр, который ведет независимый реестр-держатель, это британское законодательство, и там, соответственно, должно быть все юридически выверено. И поэтому то, что есть определенные нюансы, определенные требования, которые мы при этом делаем, друзья, прошу отнестись к этому с тем пониманием, что обязательства, которые вы переоформляете, это сотни тысяч миллионы долларов. Поэтому давайте гнить уже все-таки как серьезный финансовый механизм и серьезный финансовый такой работе. То есть это не то, что вы инвестировали 10 долларов, обладаете капиталом в 20 тысяч долларов, венчурным капиталом, вы сейчас хотите, перепишите меня туда, я хочу, чтобы они были там. Это все-таки друзья работают. Попробуйте переоформить сейчас акции Норильского Никеля или Сбербанка на 20 тысяч долларов, с одного лица на другой. Поэтому, естественно, мы прорабатываем все вопросы, связанные с наследованием, с вопросами передачи от родителей детям. Все это вопросы, друзья, в проработке, и мы можете абсолютно быть уверены, мы все эти вопросы решим. Если есть какие-то нюансы, а тем более, друзья, тут мы сразу приносим свои извинения, технические сбои, потому что работа технически сложная и не решается в один момент и в одну секунду. Все решим, все сделаем. Вот здесь вот как раз, друзья, вспоминая нашего уже незабвенного, я могу сказать, в будущем, наверное, оскароносного Михаила Кириченко, который является лицом Skyway сейчас всем нашим лицом, когда он говорит, что строй Skyway, спасай планету, мурашки по коже бегут, я могу сказать, что это, друзья, действительно очень важная и серьезная работа. Поэтому давайте сегодняшний вечер закончим на том, что эта работа идет, и как вы видите, никаких разногласий и никаких противоречий между Skyway Invest Group и головной компанией, и юридическим департаментом Виктора Бабурина, и лично Анатолием Анатолием Даровичем Юницким сейчас нет. И вы это увидите, и дальше мы еще будем выступать, делать, показывать, это, друзья, работа. Технические сбои, да, есть, и работа не такая простая, мы ее отладим и, соответственно, сделаем. Поэтому, друзья, я могу сказать, что на сегодняшний момент инвестиционная группа, которую мы создали, это действительно очень, это актив Skyway, чтобы вы понимали, ни Ховратова, ни Сибирякова, ни Бабурина, ни Юницкого, это актив Skyway. И ту работу, которую мы делаем и дальше будем развивать, она, друзья, должна только развивать, расширять и делать более реализуемый проект. Поэтому, друзья, на этой вот ноте я бы хотел сегодня закончить. Мы обязательно завтра будут вебинары проводить, Виктор Собор, там еще наши блестящие, я бы сказал, спикеры. Вот, мы этот вопрос будем постоянно затрагивать, мы будем постоянно на нем останавливаться. Мы обязательно, наверное, через недельку, наверное, там, дней через 10 подготовим уже по анализу юридических вопросов, уже вопросы-ответы. Вот, как Ирина сказала, подготовим брошюру, то есть, непосредственно юридические выкладки, которые вы должны знать и ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, они будут все в личном кабинете. И, друзья, я думаю, что никаких сомнений у нас вопросов. И другое дело, каждый, вот это, задайте себе вопрос, вот те, особенно, кто сегодня из этого пытаются раздуть проблему, я вам могу сказать, вот я вчера проводил встречу живую в Москве, вот, в основном это инвесторы, вы не поверите, на 10-15 долларов. А вопросов и проблем они создают, как будто они инвестировали 10-15 миллионов долларов. Понимаете, друзья? Поэтому давайте относиться к этому тоже с пониманием, что люди хотят поднять свою значимость, хотят создать кому-то проблему, специально или не специально, но это, друзья, наша жизнь. Поэтому давайте двигаться и самое главное, к чему мы вас призываем, друзья, думать и изучать. Ничего не надо делать бездумно и не понимая, что сегодня происходит. Так, ну что, друзья, давайте на этом тогда сегодня чуть-чуть наш удлиненный вебинар, но все-таки я думаю, что он того заслуживает. Давайте двигаться дальше, строить Skyway, спасать планету, потому что никто, друзья, помимо нас это, к сожалению, к счастью, не делает. И последнее, друзья, не могу удержаться и не сказать. Посмотрите цену на доллар сегодня, которая уже на торгах сегодня падала ниже 31 доллара, а на следующей неделе появится цифра 20, то есть уже там будет замаячить цифра 20. Это говорит о том, что, друзья, сложности, о которых мы говорили, только приближаются, коллапс, который сегодня, шторм, который идет вокруг нашего экономического ковчега, только усиливается. И здесь, друзья, я могу сказать, нам с вами надо наш экономический ковчег, наш Skyway строить все более и более сплоченными рядами, потому что, друзья, проблемы, которые приближаются, дай бог нам их пережить. Так что, друзья, вот, к теме, кто строит Skyway, я могу сказать, что, друзья, кроме нас планету никто не спасет. Давайте, друзья, на этом будем заканчивать. До следующих вебинаров. И считаю, что мы с вами дотворно сегодня поработали, получили, кто-то не получил, как бы, эти такие ответы. Единственное, что могу пообещать лично, что все вопросы вы получите вплоть до того, что, если у кого-то будут оставаться, будете писать лично мне в почту, в Skype, и лично буду встречаться, отвечать и говорить. Но ни одного человека, у которого есть вопросы, и он не знает, что делать, друзья, в нашем Skyway Инвест Групп не останется, это точно. Все, друзья, давайте с прошедшими вас праздниками, с наступающим старым Новым Годом. У нас этих новых годов и праздников много. Так что, друзья, в 16-й год, который станет Годом Skyway. Все, друзья, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok